Просить прощения перед войнавским и вообще любым другими народами, проживающими в Чечне, как раз должна кадыровская власть. Вот кто должен попросить прощения. И я, конечно, сомневаюсь, что простят, но попросить все же надо. Ассаламу алейкум, саваш, джазакаллаху хайна за твои ролики. Да поможет тебе Аллах и сделает благом для тебя твою деятельность. Я хотел спросить, не хочешь ли ты и другие республики кавказские освящать? Хотелось бы, чтобы хоть кто-то говорил про геноцид моего народа, черкесы. Мы же тоже муслимы. Ассаламу алейкум, саваш, джазакаллаху, кабардинец. И я, ка брат, амин на твою дуа. По поводу того, не хочу ли я освящать другие республики. Конечно же, я бы это хотел делать. Конечно же, я это делаю по мере возможностей. Но, к сожалению, я не владею информацией настолько, чтобы я мог вот так же, как в случае с Чечнёй, это делать. Поэтому я говорю в основном о том, что я хорошо знаю, о чем я разбираюсь. И, безусловно, вопрос геноцида черкесов, это, конечно, не входит в ту тему, о которой я не знаю, так сказать. Конечно, я знаю про геноциды, я знаю. Но я не знаю об этом настолько хорошо, как об этом будут знать представители вашего народа. Поэтому, конечно, безусловно, правильнее, когда человек говорит о том, что он знает хорошо, в чем он разбирается изнутри. Поэтому, конечно, я буду касаться этих тем, конечно, я буду освещать какие-то вопросы в целом и Кавказа, и России, и мира. А когда будет в этом какая-то необходимость, я буду в этом хорошо разбираться. Но я не могу целенаправленно заниматься отдельными вопросами других республик или регионов, потому что, к сожалению, я могу ошибиться, так как я не так хорошо владею этой информацией. Поэтому вам нужно это понимать. И, безусловно, вы же тоже муслимы. Конечно, вы муслимы, вы наши братья об этом, нет никаких сомнений. И целенаправленно, чтобы именно заниматься этими вопросами, я не могу этого делать. И хвала Аллаху есть сегодня те, например, с Дагестана, есть ребята, которые освещают ситуацию. Тоже в основном, то есть у них идет, в основном их работа это Дагестан, но они могут коснуться и других моментов, и касаются. Точно так же и в Черкесии, и в Кабардино-Балкарии, где бы там ни было, должны быть такие же люди, которые будут этим заниматься целенаправленно. Так, я сразу же назвал этот эфир «Одни победы», потому что я хочу сегодня обсудить некоторые моменты, некоторые комментарии. Я, когда делал это видео про 9 мая, про День Победы, я знал, что будет очень много негативных комментариев. Я знаю, что этот день для многих россиян, но им уже внушили, что это вот что-то такое, предмет какой-то гордости для них. И, как сказал этот интервью на Deutsche Welle Жанне Немцовой про Фукуяма, по-моему, я не знаю, философ он или то, то ли политолог. В общем, он, давая интервью, он сказал, что «да, россияне заслуженно гордятся победой над фашизмом, над тем, что они пришли в Берлин, взяли Берлин». И мы не говорим ничего тем людям, чьи, например, деды воевали, и они как бы гордятся тем, что они участвовали в этом час одну минуту. Но те россияне, для которых День Победы это все-таки какой-то праздник, это памятная дата, должны понимать, что не для всех народов это так. Они должны понимать, что чеченцы абсолютно не испытывают никаких чувств гордости или радости в этот день. И нам, по сути, скорее как-то неприятно вся эта история с этой победой, с этой войной и со всем, что с этим связано. Потому что мы были, по отношению к нам было совершено преступление величайшее. Мы были подвержены акту геноцида, мы были высланы. И в то самое время, когда Советский Союз праздновал победу, в это самое время мы, наши отцы, наш народ, весь чеченский и ингурский народы, да и не только, и балкарцы, и карачаевцы, и крымские татары, мы все находились в ссылке. Мы находились в статусе врагов народа, и поэтому для нас эта дата, ну, нет в ней ничего для нас радостного, и тем более чего-то, чем можно было бы гордиться. Я думаю, что люди должны понимать, что не для всех эта ваша радость является радостью. И самое главное, для тех, кто там пишет такие комментарии, как, о, там, это было не просто так вас посылали, и подобные вещи, я хочу сказать, что вы такие же фашисты, как те фашисты, у которых вы выиграли в 45-м. Вы точно такие же фашисты, если вы считаете, что даже если бы имело место, как вы говорите, какое-то предательство каких-то отдельных людей или групп, если вы считаете, что за них должна понести, ответственность должны понести вообще представители, все представители их народа, что целый народ виноват за это, и теперь нужно этот народ выслать, уничтожить и убить, вы точно такие же фашисты. Вы ничем от них не отличаетесь. У меня для вас плохие новости, но дело в том, что те люди, у которых вы якобы выиграли, эти люди были ничуть не хуже вас. Точнее, вы не являетесь, вы ничуть не лучше этих людей, вы точно такие же фашисты. И еще одним товарищем хотелось бы ответить, которые говорили, что наши деды воевали, мы гордимся. Вы помните еще такой момент, что, нет, даже не так, эти люди говорят, что Сталин, это, мол, зло, но воевали наши деды, и победа это наша, Сталин тут ни при чем, это же не Сталин шел на Рейхстаг, это не Сталин ушел в Германию, там, это все не Сталин, это вот победа народов, а не Сталина, поэтому, да, Сталин плохой, но вот наши деды. Я таким людям хочу сказать, вы, когда вы говорите, что ваши деды воевали, и эта победа принадлежит вашим дедам, вы помните, что высылали наш народ тоже ваши деды? Это тоже делал не Сталин, это не лично он пришел и выслал нас, это делали тоже ваши деды, руками ваших дедов. Понимаете, точно так же, как Сталин одержал эту победу руками ваших дедов, точно так же Сталин выслал наши народы руками ваших дедов. Поэтому, если вы хотите здесь быть ответственными за эту победу, то будьте так же ответственными и за эти преступления. Вот о чем я вам говорю. Вот, смотрите, один нам пишет тут, свечи тут не надо держать, говорит, это исторические факты. В то время в Чечне были одни коллаборационисты, работавшие на фашистов, поэтому и были высылки. Вот я как раз для тебя это говорил, что ты точно такой же фашист, как и те, с кем вы воевали тогда в 40-х годах. Дело в том, что даже если, как ты говоришь, действительно в Чечне были бы коллаборационисты, допустим, гипотетически предположим, что так и было, даже в этом случае весь народ за них не должен нести ответственность. Как это понять, если там были коллаборационисты, допустим, ну допустим, предположим, 100 человек, 1000, 10 тысяч, например, были, это я сейчас просто гипотетически предполагаю, я не говорю, что они были. 10 тысяч группа целая, например, была, которая в интересах, например, Третьего рейха вела там борьбу с Советским Союзом, допустим. Неужели весь народ должен был понести за это ответственность? Как это так? Если вы так считаете, вы же точно такие же фашисты. Чем вы от них отличаетесь? Так, зачитаем комментарии. Патриот напишет. Только что смотрел Мансура Старого, как он умоляет в слезах простить его за всю боль, что он причинил своей матери. А к вам приходят такие чувства? Или вам все еще плевать на свою мать? Род тухом. Тухом. Прекращай этот цирк, вернись на родину, извинись перед войнами, вас обязательно простят, как и других. Так, удивительные комментарии. Во-первых, я не в курсе того, о чем ты говоришь нам, о чем умолял. На твой вопрос, все еще плевать на свою мать, но все еще это как-то здесь лукавил. Нам никогда не было плевать ни на свою мать, ни на кого-либо, и своих родственников. Поэтому нет, конечно, нам не плевать. И ни народ, ни ту, ни на тухом. А что касается цирка, то нет, цирк это не здесь. Цирк это скорее всего там, в Чечне происходит цирк, во власти сегодняшней кадыровской Чечни. Это там цирк, здесь нет. Это там человек может наряжаться, то Деда Мороза, то петь песни, то там показывать какие-то фокусы, то стихи, то заставлять читать. Так что цирк это не здесь, это там. Что касается просить извинения, да за что, было бы за что попросить извинения. Мы бы легко попросили бы, как ты говоришь, перед войнаским народом, но нам не перед кем извиняться. Просить прощения перед войнаским и вообще любым другими народами, проживающими в Чечне, как раз должна кадыровская власть. Вот ты должен попросить прощения. И я, конечно, сомневаюсь, что простят, но попросить все же надо. Субтитры создавал DimaTorzok